привет меня зовут александр и сегодня я вам расскажу как оптимизировать разработку вашей конфигурации давайте знакомиться вот уже больше 15 лет я работаю сфере информационных технологий а последние несколько лет являюсь техническим директором компании vron наша компания занимается разработкой сложных коммерческих проектов на заказ и делаем мы это с помощью различных языков инструментов и подходов если говорить про девопс направления то те инструменты и подходы которые мы используем скорее всего вам уже знакомы мы используем terraform для провиженга виртуальных машин kubernetes как основной инструмент для раскатки окружений различные continuous integration сервисы и последнее время мы интегрировали как в своих проектах так и в некоторых проектах наших клиентов инструменты которые позволяют использовать гитопс практики для continuous delivery но об этом чуть попозже с ростом продуктов с ростом компании и проектов растет и сложность конфигурации сложность конфигурации ведет к эволюции инструментов с помощью которых вы эту конфигурацию поддерживаете или как-то реализуете когда-то был раньше баш с помощью него писали какие-то скрипты для deployment и так далее ему на смену пришел ansible terraform который позволяет нам и вам также управлять различными kubernetes кластерами различными окружениями виртуальными машинами клаудами и так далее и для того чтобы деплоить приложение уже в kubernetes мы используем инструменты высшего порядка немножко другие инструменты соответственно использование более сложных инструментов ведет и к изменению и усложнению абстракции которые мы используем для генерации конфигурации для конфигурирования этих средств давайте же более подробно пройдем по тем видам абстракции которые есть для того чтобы генерировать более сложные ямал документы и особенно когда их довольно таки много и не чем-то похожи друг на друга мы используем шаблоны обычно это текстовые шаблоны также в конфигурации есть определенные уровни данных которые собственно и используются для как данные для шаблонов для шаблонизации и вся наша конфигурация написана на каких-то языках вроде ямал джейсон и подобных это основные виды абстракции с которыми работаем языки на которых пишутся конфигурации вы скорее всего все знаете многие используются на практике но стандартом де-факто наверное в направлении и в практиках девопс стал именно ямул как язык конфигурации вроде бы он простой и хороший но у него есть свои проблемы с которыми вы скорее всего сталкиваетесь и в ближайшие несколько минут я вам попытаюсь рассказать почему ямул не так хорош как кажется о проблемах известно довольно таки много я приведу только некоторые из них многие разработчики многие инженеры когда выбирают ямал как язык конфигурации приложений или систем приходя ко мне говорят что он очень простой и это основной критерий выбора этого языка но вы смотрели на его спецификацию друзья это 10 глав с четырьмя уровнями вложенности в вложенности в каждый более того есть еще дополнительная страница с дополнениями и исправлениями этой спецификации даже если вы уже видели эту спецификацию я все равно рекомендую вам сходить и почитать ее там довольно много интересного и познавательного следующая проблема это текст вы когда-нибудь пробовали вставить многострочный текст в вашу конфигурацию я думаю вы испытывали тоже некоторые проблемы с этим существуют 63 вариации того как будет представлен этот текст в самом файле конфигурации и в конечной репрезентации его это довольно таки много ну и перейдем к основным проблемам которые вы можете увидеть а можете никогда с ним не столкнуться яму реализован автоматический тайп кастинг что это значит это значит что когда партсер видит строчку вашей конфигурации он пытается ее как-то распознать и представить ее в определенном с определенным типом в данном примере при попытке представить перепорты прокидываемые порты в конфигурации мы видим что первое значение это шестидесяти ричное число парсер подумал что это именно шестидесяти ричное число и распарсил его именно так они как строчку которую мы собственно и хотели увидеть и отсюда следует первая рекомендация если вы хотите чтобы парсер распарсил вашу конфигурацию или значение в каком-то ключе именно так как она написана оборачивайте его в кавычки делайте его явно строкой следующая проблема идет из зарезервированных слов и символов в спецификации яму есть несколько символов такие как амперсанд звездочка или восклицательный знак которые позволяют переопределять или дополнять какие-то функции в языке в данном случае использование звездочки представилась парсеру как использование якорей то есть подставка подстановка какой-то части конфигурации которая была ранее задана тегами то есть попытка подставить какие-то значения которые уже раньше были а их соответственно нет в данном случае мы хотели просто попробовать представить конфигурацию нашего веб-сервера для того чтобы он сервил статичные файлы не получилось последняя строчка вообще не отработала потому что он посчитал что это тег от которого нужно избавиться в данном случае решение опять же такое же оборачивайте в кавычки и будет вам счастье ну и больше всех наверное разработчики ямал обидели норвегию все ведет к тому что в языке есть зарезервированные слова такие слова как yes no true false это зарезервированные слова за булевыми типами использовать их в качестве значений строк не рекомендуется если хотите использовать их тоже оборачивать их в кавычки для того чтобы они выглядели так как вы их написали в данном случае вместо норвегии парсер посчитал это булевым значением и представил его как false ну и самая частая ошибка с которой скорее всего сталкивались все подряд если кто-то этого не делал напишите нам в комментариях это проблема отступов каждый когда-нибудь ошибался в отступах в конфигурации и сделать это действительно легко особенно если это большой ямал манифест например для конфигурирования кубернейтс или каких-то подобных больших сущностей все эти проблемы давно известны но как их решать существует несколько возможных решения подобных проблем один из них это валидация то есть использование каких-то линтеров на разных этапах continuous integration либо ручной проверки при гитхуках самым хорошим наверное и современным инструментом на текущий момент является кубконформ он пришел на замену кубволл и позволяет вам делать валидацию или линтинг довольно сложных манифестов тех которые мы используем в кубернейтс для конфигурирования окружений я очень рекомендую вам использовать его на разных этапах работы с вашей конфигурации начиная от при коммита заканчивая какими-то итерациями в пайплайнах но к сожалению пост валидация не избавляет нас от основной причины появления ошибок самой возможности сделать эту ошибку возможно нам нужно найти какой-то другой подход возможный язык для того чтобы наша конфигурация всегда была валидна и не было не бы не было бы необходимости ее пост валидировать но для этого нам нужно вернуться в самое начало давайте начнем действительно самого начала что и какой инструмент нам выбрать для того чтобы писать конфигурацию можно выбрать скриптовой язык например тот же баш и этим довольно таки много и часто пользовались раньше но я думаю сейчас ваша команда инженеров не скажет вам спасибо когда увидит тонну башкода который необходимо поддерживать и развивать в будущем это могут быть высокоуровневые языки программирования современные языки с которыми мы привыкли работать такие как гол пай там руби и подобные и действительно это рабочий вариант а в нем я расскажу чуть попозже но это действительно рабочий вариант но есть одно но и третий вариант это остаться на языках конфигурации есть такие которые мы используем уже сейчас это три варианта как мы можем писать конфигурацию давайте откинем самый первый и пройдемся по двум последним для начала какой инструмент нам выбрать императивный или декларативный и это очень важно что такое императивный императивный подход это когда у нас есть какие-то шаги которые выполняет язык программирования или его виртуальная машина для того чтобы достичь определенных целей или конкретного состояния этот подход используют именно современные языки разработки более того этим подходом пользуются такие инструменты как пулуми используя современные языки разработки этот инструмент позволяет нам конфигурировать наше окружение декларативный гораздо проще проще как подход так и реализация в чем подход декларативных языков мы не имеем конкретные шаги которые нам нужно воспроизвести а мы имеем описание результирующего состояния к которому наша система должна стремиться или прийти в итоге и языки которые реализуют декларативный подход вы тоже все знаете из этого списка я нарочно убрал джейсон нет по двум причинам первая причина он позволяет вставлять императивные части кода в свою конфигурацию а второе ну наверное это первый конкурент тому решение которое мы выбрали а мы выбрали q как основной язык построения написания и валидации конфигурации для того чтобы вам проще было понять что такое q давайте я вам приведу вот такую аналогию q для yaml это как type script для java script давайте расскажем подробнее если мы рассматриваем q как инструмент то он выполняет основные задачи это не только написание конфигурации но и валидация той конфигурации которая написана возможность шаблонизации приведения к шаблонам каких-то частей конфигурации выполнять запросы внутри уже готовых конфигурационных файлов и генерация новых сущностей q строго типизированный язык это значит что для каждого значения вы должны выбрать используемый тип или несколько типов это спасает нас от такой проблемы когда мы вместо одного типа устанавливаем другой например если нам нужно прокинуть порт в виде числа а мы устанавливаем туда строчку или какое-то значение со строкой в данном случае у нас этого не получится q будет проверять именно типы входящих значений как строчкам так числам и другим типам которые внутри используются которые мы определяем при конфигурировании q может использоваться как схема определять схематично типы и ключи внутри этих типов более того устанавливать дефолтные значения а также валидировать какие-то ключи по соответственным условиям и эта схема не позволит вам ставить неправильные значения в те места которые могут быть ограничены если вы работали с джейсон схемой при написании 5 или при работе с какими-то сложными структурами в виде джейсона вы можете привести такую же аналогию работает точно также при попытке ставить несуществующее поле или сделать ошибку все мы делаем ошибкой куда же от этого q используя схему вас об этом предупредит что тут может быть другое значение или такого поля вообще не существует в кью реализована более сложная механика как в современных языках это наследование композиция то чего не хватает в классическом яму используя какие-то общие части вы можете либо наследоваться от определенных типов или структур или на базе существующих типов делать композицию это очень полезно бывает например при разработке кубер нейтс манифестов где мы можем выделить какие-то общие части манифеста в отдельные типы и переиспользовать их в дальнейшем более того q используется как валидатор для чего например у вас есть уже готовые я мало манифесты или джейсон данные или ямал данные тут не имеет значения в каком формате и вам необходимо провалидировать это помните как мы говорили про линтеры которые позволяют вам валидировать структуру и данные тут тоже самое q может валидировать ваши структуры и данные которые эти структуры репрезентуют например у нас есть автор с несколькими полями и коллекция этих авторов и если мы на вход в кью в качестве валидации представим схему и вот эти данные которые представлены на слайде он нам покажет что у нас есть где-то невалидные данные действительно у алекса не хватает аватара и q нам это покажет и самое интересное наверное q можно использовать как генератор используя части шаблонов или кита шаблонизированные элементы и объекты с данными помните я говорил про дата лэйр про дата слой мы можем генерировать новые сущности которые будут уже валидными потому что они сгенерированы по той схеме которую мы описали для них не нужно будет заново запускать валидатор для того чтобы понять правильно написан яму или нет в итоге q генерирует нам валидный яму манифест который мы можем использовать в нашем окружении кто же использует q многих из этих ребят вы уже знаете кто-то использует его для того чтобы генерировать open api так делает истин например кто-то генерирует и описывает довольно таки большие сложные дашборды такие ребята когда гир вообще используют q как основной язык конфигурации и позволяют создавать интерфейсы для разработчиков и девопс инженеров чтобы они могли деплоить свои сервисы им в инфраструктуру на более понятном языке который поддерживает схемы и валидацию мы тоже взглянули на кью и решили попробовать ее у себя почему у нас много проектов и внутри этих проектов много манифестов мы любим гитопс в гитопсе тем более очень много частей которые повторяются ну и яма у формата для кубернейтс яма манифест или кубернейтс имеют какие-то схожие части всегда и чем больше проект и чем больше проектов тем больше таких файлов и нам с ними нужно как-то уметь работать как я говорил пост валидации нам не всегда достаточно во первых это увеличивает время до реакции до обратной связи при разработке конфигурации при ее изменении но также нам желательно убрать лишний более плейд те общие части которые из манифеста в манифест повторяются их хотелось бы снизить их количество в итоге мы получили инструмент который позволяет нам в несколько итераций генерировать уже готовые вольные яму документы и мы используем его кратцами для этого результаты которые у нас получились довольно-таки интересны для нас это новый инструмент и возможность познакомиться с новым инструментом которые избавляет наших девопс инженеров от кучи рутинной работы от ошибок которые могли бы быть произведены от того же человеческого фактора никто не застрахован от простейших ошибок мы снова полюбили писать ямал манифесты с помощью кью да и вообще писать манифесты для нас теперь это несложно и не так больно как было раньше есть еще один инструмент который используется у нас у наших клиентов сложно назвать его legacy но тем не менее это хельм действительно хороший инструмент который позволяет нам деплоить наши сервисы или зависимые сервисы более того многие используют его для деплой окружений в наши кластеры наше окружение и так далее давайте я вам расскажу случай как-то обновляя кастом ресурс definition мы не обратили внимание на то что его api группа будет изменена следующей версии и после обновления флаг с сиди для одного из кастом ресурс definition дальнейшем crd-шки если можно так сказать произошло обновление этой api группы этот ресурс генерировался внутри наших сервисов для каждого из приложений и в какой-то момент после обновления все хельмы стали колом они перестали обновлять наши существуют наши сервисы которые уже были раздеплоены по одной простой причине хельм ругался что данного описания ресурса не существует изменилась всего лишь одна часть этапе группа все остальные данные остались теми же как как и были но в этом случае у меня не получилось не удалить приложение не обновить манифесты хельм просто встал колом и не дал нам ничего делать в итоге мне пришлось лезть в два секреты распаковывать секреты конфигурации хельм искать там эту api группу с помощью сет изменять ее запаковывать обратно и я вам скажу это было не очень весело в итоге вставший колом хельм все-таки удалось победить для того чтобы он продолжил деплоить новые релизы но это стало еще одной причиной и гвоздем в крышку гроба использования хельм как инструмента в наших окружениях и это стало еще одной причиной что когда мы задумались что надо что-то менять все остальные проблемы хельм я думаю вы знаете говорить об этом сейчас нет смысла вы можете их погуглить возможно у вас есть какие-то свои нюансы и проблемы с которыми вы сталкивались все о них из все них знают и это все известно одна из самых крупнейших наверное проблем особенно для меня и для многих инженеров это шаблонизация которая использует хельм когда у вас большой чарт или их несколько и нужно поддерживать его в актуальном состоянии или как-то менять рефакторить и так далее это превращается в очень сложные рутинные занятия которые к сожалению еще не всегда возможно дебажить и сегодня у меня для вас есть одна рекомендация друзья постарайтесь как можно реже использовать текстовые шаблоны для генерации файлов конфигурации что же делать мы решили использовать кем как замену хельм и шаблоном и инструменту в целом слева вы вы видите шаблона от хельма справа q-манифест они очень похожи q также может использовать интерполяцию и какие-то дополнительные вещи и в результате выдавать такие же хорошо сгенерированные yaml файлы но гораздо проще и всегда валидные там не будет проблема отступов там не будет проблемы использования значений и так далее и так далее так далее в итоге мы получаем готовый шаблон который также можно выделить в пакет если вдруг вы хотите его переиспользовать где-то q позволяет это делать более того q умеет использовать голенг исходники для генерации уже каких-то готовых типов так например многие многие работают с манифестами кубернейтс автоматически генерируя спецификации из типов которые уже описаны в голенг коде ну и соответственно запаковывать и переиспользовать в дальнейшем как шаблоны или как какие-то пакеты которые уже готовы для генерации конфигурации есть одна задача который мы долго думали при переходе с хелем на q мы используем хуки хелем для того чтобы прогонять миграции баз данных перед новым релизом приложения и что же нам найти на замену для этого решения так как мы используем подходы гитопс и в частности инструмент флаг сиди там есть возможность реализовать дерево зависимости одних кастомизации от других и мы этим воспользовались действительно можно реализовать такую пошаговую зависимость сначала прогонять миграции а потом уже релизить делать изменения самом приложении и если вдруг миграции не пройдут или произойдет какая-то ошибка новый релиз не выльется я думаю в ваших инструментах автоматизации тоже есть подобное решение и не всегда это можно закладывать именно как именно функциональность хелем дистрибьюция наверное никто не будет спорить что хелем отлично выполняет эту задачу когда вам нужно реализовать версионирование дистрибьюции ваших пакетов внутри окружения но тут тоже есть решение недавно хелем и все остальные инструменты начали поддерживать oci образы грубо говоря докер образы для того чтобы запаковывать манифесты и какие-то какой-то инструментарий в них с помощью докер образов можно доставлять вашу конфигурацию до кластера и большинство гитопс и других инструментов это поддерживают в том числе и флаг сиди но либо использовать классический вариант с версионированием через гид также как мы работаем с голым к пакетами что же касается интеграции с другими инструментами тут к сожалению не все так радужно как у хельм хельм прошел довольно большой путь эволюции и принятия сообществом и только от нас зависит насколько глубоко такие инструменты как q смогут войти в наши процессы и возможность создавания более оптимальных конфигураций мы тоже решили вложить в это небольшой вклад из коробки флаг сиди не поддерживал интеграцию с q как инструментом написания манифестов и конфигурации в целом но мы нашли ресурс который это делает к сожалению на тот момент когда мы его нашли он не был еще готов для того чтобы использовать его совместно с флаг сидит но мы его доработали помогли коллегам дописать его основную функциональность и внедрили у себя вместе с тестированием он показал довольно хорошие результаты есть небольшая проблема кюл не поддерживает пока что из коробки управление зависимостями внешними зависимостями это реализовано с помощью других инструментов и в ближайшее будущее мы добавим эту возможность в флаг с контроллер который мы пишем и помогаем писать для того чтобы интегрировать его в флаг сиди как это работает в контексте работы внутри флаг сиди есть сущность гид репозиторий который извините за тавтологию натравливается на гид репозиторий с конфигурации где лежат киума нефесты сам киума нефест представляет из себя довольно таки простой файл это ключ в котором аккумулируются ресурсы которые нам нужно раздеплоить и expression out в котором хранится результат генерации шаблонизации подстановок и так далее из этого экспресс на как раз контроллер и забирает результирующие данные которые применяет в окружении кубернец в итоге мы получаем раздеплоенный сервис также как если бы мы использовали хельм win win что хотелось бы сказать в итоге сегодня я вам рассказал про еще один инструмент который позволяет оптимизировать вашу работу который позволяет сделать ваши процессы проще а результаты качественнее и я хотел бы попросить вас не быть инертными и позволить подобным инструментом войти в вашу жизнь и в те процессы которые используются у вас компаниях а на этом все я с вами прощаюсь не забудьте поставить лайк наверное как это говорят нажмите колокольчик и буду ждать ваши комментарии здесь под видео всего доброго всем пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok